Привет, друзья! Пока есть немного времени, решил для вас небольшой видос запилить. Немного не в тему, но для тех, кто собрался куда-то ехать отдыхать, просто я только приехал с Домодедова и идея в голову пришла на своем опыте рассказать вам про некие разводы, которые могут с вами случиться где-то за границей. Чтобы вы были готовы и чтобы вы знали, что и где, как делать. Особенно вы, если новичок, если впервые куда-то летите. Итак, друзья, расскажу только то, что знаю на своем опыте, то, что не случилось со мной, дай бог, не случилось ни с кем из нас с вами, но то, что случалось с людьми. В общем, начнем, допустим, давайте с Таиланда. В Таиланде, если вы прилетаете, а сейчас много людей едет в Таиланд, имейте в виду, вы, и к вам относятся, электронные сигареты запрещены. Недавно, ну как недавно, как-то был в Таиланде, и в это же время были две девчонки там, и такая новость произошла, они курили электронные сигареты, парили, их поймали с этим. Там кальяны, электронные сигареты, электронные вообще, все запрещено в Таиланде. Сейчас еще, кстати, на пляже курить запрещено, так что на пляже тоже не курите. Если видите, кто-то курит, вы не курите, вас повяжут за это. Итак, поймали их за электронную сигарету. Как бы, вроде, ничего страшного, да, вы подумаете. Ну, все пари отходят тут, то все, все тинейджеры, но вы охренеете, какой там штраф за это. За это дают 7 лет тюрьмы за электронную сигарету. Представьте себе, 7 лет тюрьмы за электронную сигарету. Либо миллион бат, миллион бат, по-моему, штраф. Ну, там где-то 2 миллиона рублей, в общем, получается. Представьте себе. Поэтому, если вы туда летите, электронные сигареты сразу в сторону откидываете, и на пляже не курим. Еще такой момент про рации. Некоторые люди покупают себе рации, там, ну, чтобы не потеряться, или что, или еще что-то там, поснимать, там, разговаривать. Рации не все, но большинство запрещены. Волну нельзя, там, ловить на рациях, потому что, там, вы можете, не знаю, может полицию поймать, или еще кого-то. В общем, рации тоже запрещены, имейте в виду. Еще такой небольшой, вроде мелочь, но развод про транспорт. Если вы хотите куда-то добраться, там можно, есть куча вариантов, можно взять машину на прокат, скутер на прокат, но мой совет, байк на прокат не берите. Во-первых, вы можете встрять с тем, что вы возьмете не у честного человека, ну, у компании, они вам потом предъявят, что вы там где-то что-то поцарапали, сломали, и будут с вас деньги требовать. Во-вторых, движение там просто насыщено так, что Москва отдыхает, там все на байках, и в аварию попасть, там правил у них вообще, можно сказать, нет, в аварию попасть, как делать, нефига. Поэтому вы материально ответственны, и вы попадете на деньги. Мало того, что попадете на деньги, испортив этот байк, или тачку, вы можете пострадать здоровьем, а лечение в Тае в охренеть каких денег стоит. И страховые чаще всего не покрывают никакие лечения, поэтому не советую брать. Лучше передвигаться так называемый тук и тук. И тут тоже маленький разводик, такой подводный камень. Если вы тук и тук, это машина типа наших маршруток, ну, там сзади садятся люди, ну, вы, как вы увидите, сразу поймете, их там дофига ездит. Вы, когда ее тормозите, если видите, что она едет пустая, вы садитесь, вы едете просто, по-моему, я не помню, 5 бат или 2 бат, что ли стоит проезд. Вы нажимаете кнопку, где остановиться, он едет по маршруту и выходите, отдаете деньги. Он может воспользоваться тем, что он вас разведет так, что вы поедете не как маршрут, а он может использовать его как такси. Он спросит, куда вам надо, вы не говорите, куда надо, вы едете по маршруту. Если вы скажете, куда надо, он у вас отвезет по адресу и возьмет с вас как за такси. Такой небольшой развод, но на какую-то сумму все равно вы попадаете автоматически. Дальше, еще один такой маленький подводный камень, но это не развод, это все, знаете, такие мелочи, о которых надо знать, чтобы просто не попасть. Питаясь в каком-либо кафе, вы должны указывать порцию, потому что тайцы кладут двойные, можно сказать, порции, они до хрена жрут и вам положат двойную. Вы, во-первых, это все не съедите, оставите, потом все испортится, во-первых. Во-вторых, вы просто переплатите деньги, кафе там дорогие, лучше питаться в магазинах 7-11, они на каждом шагу, вы можете там купить пищу, там пища хорошая и там же можете ее подогреть. Так что такой тоже небольшой совет. Дальше, ну, много не буду разговаривать, расскажу, допустим, про тоже вот Кипр, допустим, там Греция, если вы куда-то едете, это места такие, где вы не только на пляже будете, там есть места, где можно погулять. Там, я вам советую, можно взять автомобиль, там можно на русских правах ездить, там машины идут, те, кто снимает машины для туристов, они сидят на желтых номерах, там, в принципе, можно парковаться, конечно, где нельзя парковаться, уж не парковаться, но если припаркуетесь, ничего страшного не произойдет, и менты, как бы, до вас особо даже не тормозят желтые номера. Но, также советую брать, допустим, если вы по путевке летите, с туроператором своим, с гидом, который там будет, пообщаться, и он вам предложит хороший вариант, потому что это люди, как бы, проверенные. Может быть, там какая-то минимальная накрутка идет, конечно, он себе там накрутит, но поверьте, лучше чуть-чуть там вообще незначительную сумму переплатить, но вы будете спокойны, если вы не будете виноваты в какой-либо аварии, или еще что-то. Если вы пойдете где-то на улице, возьмете машину, вас могут развести также на всякие царапины, там, километраж, еще что-то, вы, короче, переплатите опять денег, во-первых, во-вторых, вы должны пойти взять машину, потом поставить туда же к ним, если через туроператора, они, эти компании работают так, они привозят машину в гостиницу к вам, обговариваете все, они там на русском разговаривают, и также, когда вы должны сдать машину, вы оставляете также у вас в гостинице просто, отключить руководительный ресепшн, и они сами приходят и забирают машину. Никаких осложнений нет, никуда ездить не надо, ничего такого. Ну, и страховка на все есть, если виноваты не вы, тогда, ну, не дай бог, если что-то случится, то ничего страшного. Но также, если там происходит какая-то авария, в основном, менты не любят разбираться, приезжают, делают туристы виноваты, и едут дальше по своим делам. С ментами лучше не спорить особо, но договориться можно. Поэтому, возьмите себе это на заметку, чтобы не попасть, если что-то такое будет. Ну, что, я могу сказать, вообще много везде есть всяких нюансов, в каждой стране все по-разному, в основном, туристические, они все одинаково, все обо всем знают, но если вы новичок, не знаете, как, что, к чему, лучше посмотрите YouTube, и послушайте людей, что они вам скажут, чтобы не попасть. А если у вас есть какие-то конкретные вопросы, если вы куда-то собрались, или еще что-то, вы можете мне написать в комментариях, а я вам просто сделаю видосик, наберется пару комментариев, одно видео сделаю сразу на все эти вопросы. Поэтому задавайте вопросы, и ставьте лайк. До скорой встречи.